всем доброго утра вот сегодня тридцать первое число дорогие мои я решил под новый год погулять вот так вот сегодня дай бог все до всевышний будет новый год иншаллах иншаллах как у нас говорят не надо говорить пока не это дай бог чтобы это случилось чтобы все дожили может кто-то скажет а чё дожили ничего подобного помните я вам анекдот рассказывал женщина варила плов мужик проходит с работы говорит о сейчас плов поедим женщина мудрее было мужа говорит скажи иншаллах иншаллах будет не будет поедим стучать дверь менты приехали за ним забрали в отдел до утра прессовали его по какому-то делу ошибочному утром отпустили утром пришел домой стучит дверь с той стороны жена говорит кто-то он год иншаллах твой муж вот так вот потому что еще даже 6 2 ты не зашел еще не говори что у тебя это но вчерашний мой этот разговор на побережье по-разному многие может восприняли да нет у меня не упадочное настроение мне даже чуть-чуть честно говоря смешное потому что я уже помните вам говорю что сплетни 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 мы живем мире сплетень сплетни нас и убивают и разрушают наши жизни все все на свете из-за сплетен я потерял две семьи ну я то не потерял это одна то осталась барак и же это оказалось все равно конце вторая сейчас москве ищет работу сиделки хотя была заместитель главного врача первое тоже с высшим образованием папа полковник мама доцент в общем как говорится я то ничего не потерял это вот и голый ушел но сплетни разрушили все в жизни и у людей тоже это вчера вон одна моя подписчица пишет этот мне вот доброжелатели написали что вы алименщик и вас еще су несколько судимая горда до алименщики а еще его 5 судимости а последний 5 судимость за изнасилование в особой заширной форме успокоилась я говорю вот и что самое смешное то что то который тата который ей говорит это они она же мне звонит она же мне звонит после этого чтобы докладывать как она разводит эту очередную нашла это понимаете вот хорошо что у нее ум сработал говорит есть он год в розыске почему он тогда по ютубу горит это самое его же местонахождение горит это под голова ход поработала тут и гражданство впихнули в этот вопрос вот ему не дают граждан зато а вы сначала подайте документы на гражданство потом я вам скажу как это так подайте сначала вы сначала поживите пять лет а потом соберите документы потом еще подайте примут ли у вас это документы и идите последний когда собеседование бывает посмотрите кто по топу человека 3-4 а кто по браку человек 50 женщин красивых наших женщин которые по браку идут лишь без гражданства и среди которых тоже много-много отказов вы посмотрите они что судимые это женщины может их тоже где-то ищут понимаете вот сплетни это вообще невозможно это как будто вы попробовали получать в россии гражданство идите вот если вы не россияне идите по в россии получаете гражданстве я на вас посмотрю вы хотя бы рвп получите называется разрешение на временное проживание вы сначала это получите я уже не говорю о гражданстве вы почему даже не думать что в турции здесь быстро принесли вам на блюдечке с голубой хаемочкой придумывают себя и сами же это верит в том канале продумали что ой что человек работал и вертуха им потом что-то натворил что его потом среди зеков закрыть что его языка потом это чушь вот если грамотный человек конечно во первых это вертуха это наверное вот от которого ты но свиновышки сидит да ну будем говорить его среди обычных языков не закрывать его закрывает среди таких же как он бывших ментов и нити вот понимаете мы взяли на себя роль функции следственного комитета органов внутренних дел судов мы все эти функции на себя взяли мы переняли из этой вот это шоу вот это пусть говорят если вы обвиняете людей вот самые голословно вот это да вот шоу делают детектор же мы это взяли все на себя сейчас мы мы уже людей и судим им клеим ярлыки на ты особенно это делает те которые не могут себя реализовать жизни женщина озабоченные особенно возрасте за 50 которым за 60 уже пора бы успокоиться блять сидят в этих своих бетонных этих коробках были знают что жизнь-то ушла все уже вот она даже перед тем как потонут кому-то еще жизнь сломать сидеть надо писать надо где-то это как прошлом канале я же рассказывал вам приходил муж женой представляется сотрудникам мвд вот оказался что майор милиции вот в отставке еще советских времен вот что он по заданию мвд приехал я должен ему за по заданию мвд найти квартиру вот твердешевую и если даже что-то доплатить и за это я буду представлен государственные награды это было просто нечто понимаете вот настолько люди вот уже я же говорю сумасшедствию полный сумасшедствия вот уже не стоит же говорит о чем-то я же говорю люди же сами себе клеить ярлыки и следственного комитета и судов и все из нормального человека могут сделать дрянь из дрянь и могут сделать это и на этом еще хайпы зарабатывают как том тот канал вот этот которого лани педик вот этот мне другого слова нету этого господина как называть юристом себя возомнил и давай людям тереть по ушам про меня как меня никогда в жизни не видел а такое чувство как будто я с его мамой спал но видимо мама такая же потому что хорошая мама хороший муж парня родить никогда хорошая мама плохого парня не родить какая мама такая такой сын понимаете мы по своим корням идем вот и заработал нужен недавно я просто для интерес открыли его каналу 400 тысяч просмотров где-то у него заработал он 20 тысяч рублей за два года сплетень который только сплетен вот сплетни 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 и это люди смотрят потом говорят а вот почему вот так вот опуститесь на землю придите в новый год новым мыслями чистым мыслями живете свои в этих бетонных коробках вы можете сами изменить свою жизнь вы можете спокойно его изменить это жизнь свою можете никто вас там веток бетонных коробках не держит от которых вас период ногами все равно увезут какой-нибудь кладбище или крематорию на хрен и закопают и все вот ужас просто я говорю ты чем не об этом пишешь вот сказала что типа пальм мне сейчас 59-й год 59 лет будет нужно так следствие алименчик значит я должен был делать детей еще 45 лет и бросить лесу за почти 50 лет до 50 50 до 50 лет даже вот это и делай бросить это так это дебилизм конченый блин вот про твоих сыновей выяснили да мои сыновья прекрасные люди образованные грамотные люди слава всевышнему жаловаться грех дойдите до их не уровня потом говорите до всего добрались вы себя сначала изучите от какой дряни вы родились потому что такая дрянь может только дрянь родить какое вам дело до гражданства чего-то какое вам дело да да как и человек живет какой вам дать до этого дела вас же возраст уже ушел уже тетя почти 60 лет и даже больше сиди сидишь в этом бетонном берлоге сиди дальше не могла свою жизнь изменить 2 никто в этом не виноват кто хочет меня даже 90 лет меняет свою жизнь кто хочет менять свою жизнь меня и 90 лет никогда это не поздно поэтому я всем желаю новом году сбросить из себя вот этой сплетни грязь ложь вот это все живите ярко светло чисто понимаете не можете жить молчите не мешает и другим жить не завидуйте никому если кто-то хорошо живет значит человек заслужил такую жизнь не завидуйте никому от этой зависть от того что вы за завидуют буду вы внутри себя съедите и сами умрет и инсультом инфарктом вас зависть будет внутри как червь точить понимаете это очень страшная штука очень страшная штука зависть это очень страшно штука сплетни это двойне поэтому говорят завистники сплетники расставщики горят в аду это значит правильно и не пищите мне вот так вот я я честно говоря я который сплетнями занимается это людей сразу блокирую сразу блокирует сплетни понимаете вот которые вот от земли отрывается ногой и давай придумывать всякое вот сказки и сами же в это верят как мне замене пара на рынке вот сказали что вы это судимый в розыске я гордо да 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 а кто сказал то вот люди сказали вот это я гордо я говорю последняя судимость я говорю за изнасилование в заширной форме а его жена кота как это так я гордо глазах у мужа я гордо снасиловал жену ягра потом ее мужа господи я говорю вот это с вами может сейчас случиться пойдем отсюда миша пойдем отсюда ягод нет пусть постоите а еще вопрос задать сволочи это люди называется от двух ногах а двух руках плит все телевидение уже сплетнями это самое положили весь мир в толка сплетними сплетни сплетни вы сами себя убиваете этими сплетнями сами себя убиваете какое вам дело до людей копаткой чё-то это грязным биле каком-то этом копаться мне лично не интересно у кого что это кто если захочет тот сам расскажет а кто не расскажет его никогда не узнаешь человек вообще не 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 из не из не исследование существо понимаете звери на оскал он виден снаружи а человеческий нет это его никак не узнаешь на кон вот я буду обнимать как брат брат это считаю что как поцелуй иуды еще со времен христос христа поцелуй иуды не зря это придумали и предательство тоже за 30 сребряников то же самое как этот 20 тысяч рублей заработал за свои два года который он чесал людям и чаще 20 тысяч рублей это для меня лично например это копейки это никогда не стоит этим за эти деньги кого даже меня миллион дадут чтобы кого-то как-то это никогда я на это не пойду никогда сыновья проституток блин и дочеря проституток начинают вот такие вот эти дел деладил нормальные люди от нормальных детей рожденные никогда этим не будут заниматься никогда от нормальных людей рождены никогда не будет этим заниматься вы понимаете правильно сейчас вот это новый закон сейчас в интернете за клевету за все давно пора давно пора уже пора уже сажать пора уже привлекать к ответу вот особенно русскоязычном сегменте которым уже вообще крыша поехала вот девушку прямо на прямом эфире убили и после этого депутаты взяли что это надо прямые эфиры запретить либо хайп был чего угодно делают что угодно делать лишь бы чтобы люди смотрели чтобы денежки капала доната монаты фанаты 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 вот такие дела ой люблю я здесь гулять такой природа такая вот лично мое мнение вот такой ребята по этим сплетням вот всякую туфту гнать и портит ли жизнь людям это я считаю самую последнюю дело кто меня знает знает они меня они меня знает я этим горжусь что у меня есть такие друзья которые меня знают кто я что я вот а это посторонние эти скрини потом мне посылать вот этот мне так сказал это так сказал я уже сказал да я говорю пиши ей скажи я говорю что я пять раз судимый шестой раз я вот такую страшное самое даже до моей дочке добрались ее горд это ей даже начали писать а я я говорю первый раз такой да еще ты не то увидишь дорогая моя в облаках витаешь я говорю ты что свое имя я говорю фамилию я выставляю а мне бояться некого я говорю да 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 и мне бояться некого поставь поставь потом твоим именем твоим фамилии так будут играть что во всех этих будет из тебя сделать дрянь а ты ходи потом доказывай хотя нафиг это надо как боярский вчера говорил вот передачи михаил боярский он говорит у меня говорит кожа как у носорога говорит стала ягод на все это уже не обращаю на и правильно делает если на все это обращать внимание можно инфаркт не захватит нахрен и сдохнут вот а им это в радость вот такие дела всех вам благ ребята пойду еще погуляю не обижается моя откровенность я говорю всегда как есть и прошлом канале всегда говорил так как есть а не так как это я же говорю турция хорошая страна вот хорошая страна где все могут жить спокойно мирно но это нельзя превращать и здесь тоже то место откуда мы приехали вот понимаете здесь спокойная жизнь здесь люди друг друга любят уважают вот живите и не делайте вот это гадость вот это хотя что мне говорит вы все равно сделаете делаете вы так и ничего не не поняв этой жизни так и уйдете на тот свет вот я же говорю бетонных коробках своих закрылись диван с клопами вот это ваш удел диван с клопами чай пакетиках вот и как какой нибудь там печенье которые ближайшие маркеты взяли и ноутбук и строчить всем вся вот ваш удел а надо поднять попу встать с этого клопам из дивана и менять свою жизнь потому что жизнь дана одна а не для того чтобы его в этот кат бетоном к бетонной коробке проводить вот всем здоровья ребята всем здоровья details это да да вот